Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать десять, тридцать Всем привет, скажи Всем привет, мы ехали в пруточки В пруточки, в пряточки Всем привет, друзья Вот так вот веселимся Ребятишкам весело Каникулы, сегодня последний рабочий день, так сказать, у них Классные часы сегодня Вот Матвеев уже убежал Ну, говорит, семь уроков Мама, и они, говорит, вроде как не короткие Поэтому Еще потом классный час, я, говорит, опять поздно приду Короче говоря, его бабушка опять с утра Покормила Сварила ему пельмешков Сытно, в общем, накормила Чтобы ему хватило часов до трех Вот А я что? Я вот Сижу, поставила молоко Сейчас нагреваю, хочу адыгейский сыр сделать И Кашу варю Пшенную Баба с дедом, по-моему, по пельмешкам тоже По пельмешкам Что такое? Пусть спрятаться Пусть спрятаться В ванну прятался В душ Встань в душ Пожалуйста Ой, ну хоть они меня веселят Не, на самом деле, друзья, сегодня такая у меня ночь была адская Я вчера Сдуру, прям скажем Не подумав Ну, я говорю, одно лечишь, другое калечишь Я что-то Горло все першит Думаю На ночь горячий чай с медом съем Пришла, управилась Там все В общем, села и Выпила Чай с Ложкой меда Ну, а что? Он уже лчегонный, видать И все У меня приступ скрутил Ну, я думаю, ну ладно, хорошо До ночи успел Отстреляться Приступ скрутил Раскрутил нормально Вот, а потом Уже спать ложиться У меня опять приступ В общем Вот И, короче, такой нехороший приступ Он не как обычно у меня, допустим Там случается приступ Он отпускает Через 15 минут максимум А здесь Скрутил И мне все горит в животе Вообще, видимо, желчь пошла капитально С этого меда Ой Ну, в общем, вот так вот И вот такое вот И боли И приступа И жжение Вот это все Не давало мне уснуть Я не знаю, наверное, часов до трех точно Ночи Потом уже я Просто, видимо, отрубилась В пять проснулась Все еще какое-то такое жжение присутствовало Вот Снова уснула А потом вроде восемь встала Вроде уже не жжет В общем, кошмар какой-то Сама себе Напакостила Плохо из-за этого спала Вообще не выспалась А в семь уже Матвея Не в восемь Да, в восемь А в семь проснулась Почему говорю Вру Вру, в общем, потихоньку Нет, в семь у меня будильник сыграл Матвея разбудила А потом что-то легла И вот мысли-мысли идут Все, что мне завтра же в больницу ехать И все, в общем Ну и хорошо, что не уснула Потому что ровно в восемь Позвонили на телефон Так бы если я уснула Я бы, может, еще и подольше проспала бы Вот А так Звонили уже с больницы Главное, звонят Они уже один раз звонили С этой вот, с клиники Так, куда я завтра поеду Молоко выключу Вот И Именно с отделения Где делают эту ФГС, короче говоря Вот эту гастроскопию Почему-то отдельно оттуда звонят Опять спрашивают Нет ли А, что они спрашивали А, ну они сказали Вообще Они звонили Видимо, чтобы сказать Что у них цена поднялась Ну и вообще Я не могу На эти исследования Короче, сейчас ФГС Стоит 6400 у них Вот Ну, я надеюсь Сделают хорошо По крайней мере Не грубо И нежно И приятно За плату Тогда Вот Но сначала-то я Завтра на это На МРТ пойду На кардиограмму сдавать В общем, такие все вещи А на ФГС Аж в 10.40 И при этом Там памятка такая Что В 7 часов надо поужинать И больше не есть И не пить Главное Не пить Вот это меня Конечно, несколько убивает Я думаю Как я буду Нашел он тебя Хорошо ищет Ну и что ты? Я так Вообще Плохо Искал По Ну а тебе Хоресу Хорошо ищешь Теперь Теперь До сорока Раз, два, три Нет, не начинай Я еще не приду Он еще не отдохнул Весь спотел Уже от тебя Прятаться Ой Ну и вот А потом Чише Не есть Не пить До самого ФГС А ФГС Почти в 11 утра Я не знаю Я есть, конечно Могу долго Сутки могу не есть Но чтобы Не пить Что-то как-то Я не знаю Так, ну и все Разбаловались опять Идем 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 с кухни Там горячо у меня Фадей Фадей Идите туда Горячо Короче говоря Завтра будет завтра Не знаю Хватит ли у меня Моральных сил С утра с вами Завтра поздороваться Насколько я буду Смелая Или я буду Вся Испуганная И напуганная И снимать ничего не буду Не знаю Может быть буду Уже когда приду Если выживу Как говорится Я всем говорю Если я выживу Эти все процедуры То я То все будет Ой Вот такие дела Для меня операция Не так страшно Как Всякие вот эти Мерзкие процедуры Типа ФГС Ну В принципе Она одна Такая мерзкая И кровь Из вены сдавать Не боюсь Что там Остальное Это все нормально МРТ в трубу Заезжать не боюсь Так что Все остальное нормально Одно ФГС Остается Ой Ну ладно Не будем об этом Даже думать А то мне сразу Живот сводит У меня и так Он болит еще Какая-то диспепсия Печень болит Сегодня колет ее Ну видимо После этого Приступа Ага Ага Вот она у меня Красавица Что там еще Урсула Лазит Такие дела Ладно Все Пошла Кашу есть Что делать Что-то надо есть Всяко подумала И то и другое Но на воде Сварила Маленько-маленько Молока В конце линула Сейчас В пакетиках Варю Эту пшенную кашу Четыре пакетика В принципе Хватает Всем Масло единственное Не буду ложить Потому что Боюсь опять Что масло Будет Желчегонит Короче Я очень надеюсь Что хотя бы После операции Этих приступов Не будет Я очень надеюсь Не знаю Связано это Или нет Может просто Такие возникают Ладно Не знаю Не будем загадывать Все Не знаю Что больше говорить Все Пошла Есть кашу Фух Так друзья Час у нас Сейчас Алешу Накормила И мы сидим Без света Представляете У нас инкубатор Еще как бы работает Должен работать Но света нет И вот не знаю Сейчас опустилась Температура уже 36,5 Камера работает Камера вот заряженная Заранее была Ой В общем Дед сейчас пытается Запустить генератор Похоже говорит Там в карбюраторе Вода замерзла Котлетки ели Сегодня С кашей Так накладывала Как могла Греть-то негде Микроволновка Тоже не работает В общем Вот такие приключения Вот Но зато мне удалось Зато мне удалось Вырубиться Поспать Буквально Наверное минут сорок Не знаю Может час я спала Не засекала Обед сделала И пошла скорее Легла Потому что просто Вырубается Ночь И спала Вроде лучше стало Так сейчас Может быть Пойду еще перец Посажу Ну да Деда Паша С бабалюсей Сейчас заезжали Надо было Им было Это Свидетельство Рождения Алешина Они хотят Все-таки Получить Что там Медальку Дают И по-моему По пять тысяч Дают Золотая свадьба У них была Бабушка наша Не стала Оформлять Много беготни Она не может Ходить Поэтому Не стала Оформлять А бабалюсей Деда Пашей В МФЦ Сейчас пойду Да Копии надо Вот этих Думали у нас На принтере Копии сделать А света Нет Вот как на зло Я тоже думала Сегодня мне надо Было догладить Все Постельное Но вечером Видимо Когда свет дадут Буду догладивать Все равно Надо догладить Чтобы уже Белия не было Вот такие вот дела Так что не знаю Сейчас генератор Запустит Где-то нет Если запустит То подключим Инкубатор Цыплятам Холодновато На веранде Тоже сидят Да и те цыплятов Конечно Сегодня день Не солнечный В общем Ничего хорошего Отключили Но позвонили мы Тють Ирине Вон соседке Она говорит Было объявление А у нас Что-то ничего Не принесли Но она говорит На столбе У них там Висит где-то Я не знаю На каком столбе Я говорю Мы что-то к столбам Не ходим Откуда мы знаем Короче говоря Вот так вот До пяти часов Обещают Но они обычно Раньше включают Редко Когда наоборот Позже Поэтому будем На 11 часов В три Все-таки включат Я вам потом расскажу Как включили Или не включили Сейчас вот Для чего Кипячу И чайник Слышите Шумит Чтобы в инкубатор Там же сверху Наливается Горяченькая водичка Так я ее сейчас Подолью Хотя бы Маленько Поднимем На полградуса И то вперед А может Этот уже Заработает У деда Аппарат Этот генератор Вот такие дела Ну ладно Пойдем Сейчас мы В класс Бабушка Перец Попробуем Посадим Такой витрюга Ты не замерз Снега выпала Как-то качели Скоро Попой Будет борзнуть Плюс 3 градуса Витрюга Сильный Холодно Никак Не качается Я говорю Никак Не качается Холодно Фим Ты на ветру Да Ну давай Маленько Попрыгай Да домой Не замерзай Смотри А Фадей Тут Обедает И в школу Пошел Да Пойдешь Мяу-мяу Ты вот тут Накидал Футболки Мяу-мяу Все, Дивя Тоже шарик надо Ну дай ты Я один шарик Такие дела Смотрите Лампочка горит Мы включили Генератор Я думаю Что слышно Да Не буду открывать Холод Запускать Вот Сегодня из-за того Что ветрено Холодно Как-то Вот Так что Все нормально Цыплятки Греются Сейчас коврик Нагреется Они смотрите Сразу оттуда Ушли С той половины Потому что Отключилось Они под лампу Постарались А сейчас Коврик включили Уже Греет И в общем Сейчас ребята Все у меня согреются Жалко тех Которые в конюшне Но Пусть Я думаю Дотерпит Ничего Такого Страшного Пойдемте Девушки Красавицы Так что Все Генератор Заработала Я даже Телевизор Бабушки Сделала Смотрит Сидит Инкубатор Работает Матвей У нас Пришел Ест Сидит Обедает Я поставила Ребрышки Не лазит Прав в кастрюлю Пока Разморозится Влезут Вот Матвей Нам новости Хорошие Принес У него же Одна тройка Нарисовывалась Среди всех Четверок Пятерок По биологии В общем Сегодня Говорит Она спросила Спросила Будет ли он Сдавать экзамен По биологии Потом поставила Четверку За четверть Так что Все нормально Без троек Мальчишки Закончили Матвей Получше Матвей У него Более Все сложные Эти Занятия Конечно Поэтому У него Побольше Четверок Чем Апогея Ну в общем Все На каникулы Пошли Но как сказать Он пришел Ноет Что Надо Уже в пятницу Идти на консультацию По физике 28 29 Фима Ты где? Что-то я его найти Не могу 28 29 По математике Консультации Короче говоря Что-то я Фиму Не могу найти Он ушел гулять Нет его Генератор На воде Где он есть Не знаю Тишина Короче говоря Вот так вот А там он 30 Считай Уезжает в Казань И говорит Мама Я совсем Не будет У меня конейку В общем Так вот Маленько Что Без света сидим Темно Ты своего чернышатого Не видишь Совсем Я уж хотела включать А он Вон Лежит Видно Нет Не знаю Глазастый Привет Где же Фима У меня Интересно Сейчас я ее Маленько Подкормлю Коровятину Камеру Поставил Как поставить Чтобы ее было видно Или меня Пойдем Пойдем Моя хорошая Пойдем 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 Ничего не видно Ничего не видно Ой Как сейчас будем Подчищать Непонятно Ну да ладно Вон Встал Гаврюшка Такой Хороший Мальчушка Видите Корм Она ему не дает Отпихивает Его Говорит Где мама Попробовать Сейчас уже все Богданович Кончается Последний Ковшик Остался Уже чисто На Омском Пока Встреча 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кот совсем плохо без света да, Дима? Дима? Что там брякать, Тима, что ли? Что-то брякать воротами. Сегодня Хадею дали денежку, он в школу пошел, у него один урок математики и классный час. Дали ему деньги, чтоб хлеба купил до колбасы молочной. Он немножко посопротивлялся, потому что колбасу он еще никогда не покупал. Я говорю, все то же самое, скажешь полкило колбаски и все. Кто там брякает воротами, интересно. Вот. Так что, будем надеяться, принесет. Тима! 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 Где он есть? Что-то я не могу парня найти, может уже, конечно, домой пришли в ногу, но надо поискать. Тима! Да! Три крои все-таки о конюшне. Лапочка. Сейчас проверим, цыплята идем. Дима! Тима! 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 Говорит, сегодня поснимай Два ролика на дела хозяйские Говорят, что у меня сил нету Сегодня Не спала всю ночь И какая-то диспепсия внутренняя есть Я ей говорю, это же надо Чтобы на дела снимать Это же не так, как на хронике Ну, что там делаешь, маленько шевелишься Можно поснимать А на дела это же надо, говорю, что-то делать У меня нет сил сегодня что-то делать Сейчас поглядим Что, замерзли? Ну Опа Так, слабенький у меня Сдох лежит, сейчас я его уберу Кривоногий не буду показывать Лежит трупик, ну ладно Холодновато? Ребята, ну солнышко Огрейтесь на солнышке Маленькое солнышко-то падает уже Скоро-скоро дадут Сейчас я вам корму подсыплю И трупик у меня, у меня два слабеньких еще Броллеры все-таки вот эти Как-то так, нынче партия Хороших не так уж и много А вот два слабых было Вот один еще вон там сидит Сейчас я его тоже буду А что я с ним? Я ничего не сделаю? Я имею ввиду, что он тоже, скорее всего, того будет Вот Ну ладно Ничего страшного Сейчас мы этих накормим Главное не дышать Чтобы они не пищали А то и не пищат тут Голодные Субтитры сделал DimaTorzok Свет далек, как видите, все нормально Все работает теперь Я даже успела Успела все Да что ты балуешь сегодня? Да и гладила все белье постельное Все разнесла Сейчас Алеша пойдет сейчас на верчану несет Корове сходили Сейчас осталось мне все Разлить по банкам Продать И день на сегодня закончен Так что, наверное, прощаемся с вами Вот Что? День сегодня ознаменовался тем, что дети пошли на каникулы Фадей первый в классе по рейтингу Обошел своего друга Они с ним то один первый, то другой первый Но вот сегодня он первый Вот А Матвей вошел в пятерку мальчиков-ударников Пять ударников мальчиков в классе И вот И две девочки Вот И вот он в эту пятерку вошел Вот такой вот сегодня Итог дня, я бы сказала Но остальное, что завтра у нас важный день Поэтому Голова не об этом, конечно, думает Так бы радовались Да и все Но завтра в больницу, поэтому Боюсь и надо Ладно, все Давайте до завтра Пока-пока